МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Мы хотели поговорить с вами, потому что по многим причинам. Прежде всего, вы сняли замечательные фильмы про семью, про детство. Усатый нянь. Все мы его любим, все знаем. Шла собака по роялю. Прекрасные фильмы. Но есть еще одно но. Секрет, личный секрет. Более 50 лет вы с супругой живете? 56. Это будет в ноябре 12-го числа. 56 лет, да. Наверное, за эти 56 лет было всякое. Ну, не бывает так, что все было идеально. Конечно. У нас было всякое, всякое, всякое. Ну, я думаю, что тут генетически, видимо, дарованной матерью, мама всегда говорила, что терпение, терпение, еще раз терпение, что это нормально для нормального человека. Вот. Потому что часто семьи рушатся из-за эгоизма того или другого. Или вот у нас, у меня ни один брат, ни сестра, нас пятеро. Никто не развелся. Послушайте, ну, ваша семья родная, родительская, она многодетная. Пять человек. Пять человек. Все-таки вот такой пример потрясающий. И все, конечно, вот зависит от матери. Безусловно. Мама ваша, она фактически обменяла карьер оперной певицы на пятерых детей. Да, да. Это так. Да еще какую ситуацию попало, когда пришлось какое-то время без папы же быть? Ну, недолго, слава богу. Это было там 8 месяцев, 9 где-то. Опасные темные времена, репрессии. Да, это было как раз после военного время. Время очень сложное и странное. Я сейчас снял фильм, много не могу говорить, но, в принципе, это, конечно, в первую очередь о матери, о женщине. Но это и о времени, о послевоенном времени. Конечно, 48-й год. Это, конечно, эйфория и победа. Закончилась чудовищная, страшная война. Но был голод, была разруха. И так же, как сегодня, перед многими стоит вопрос, как жить дальше. И тогда он стал более остро. А что, как вообще? И фантастически, что наша страна, вот этот этап, перешла в такую индустриальную мощь, это произошло. Но обратите внимание, что даже великие писатели, не Остафьев, не Распутин, никто. У Нагибина есть повесть потрясающая. Почему-то вот этот период, от 47-го где-то до 52-го года, в нашей литературе как-то, почему-то обходили. Я когда вот сейчас занырнул туда, я понял, почему. Очень непростое время было, но очень мощное. Да, очень интересно, что этот период действительно остался неосвященным. Он был тяжелый, сложный. Очень, очень непростое. И послевоенное время, у меня мама всю войну в эвакуации пробовала. В 47-м году они как раз возвращались из Сибири, в Москву вернулись, квартира занята. Они москвичи, родилась в Москве, жили в Москве после эвакуации. Такая история была. Конечно. Вас крестили, да, в детстве? Да. Причем тайно даже, да? Естественно, потому что папа был чиновник большого ранга, и это тайно. Ну, это было, я вам скажу, это не секрет. Также Никологорцы, где Никита Сергеевич, значит, жил, и Наталья Петровна, мамочка его, очень дружила с батюшкой в церкви Перхушковской. И все, а там были два поселка, Савмина и ЦК, Успенские дачи, так называемые. Такой, половина этих дач, половина этих людей тайно крестили детей. В принципе, это все же записывается, все. Вот, и было такое засекреченное, отдельное, да. Но теперь это уже легально, слава богу. Послушайте, какой-то секрет должен быть в силе духа народа, наверное, если раньше в таких условиях рожали, даже и крестили, и не боялись, да? А сейчас вот мы боимся, какие-то вот не хватает какой-то уверенности. Я, знаете, Наташа, я честно вот думал о своей семье, о моих братьях и сестрах, ну и, конечно, о родителях. Посмотрите, в какие годы они рожали. Коля, 32-й год. Папа на открытых разработках, Кузбасса, все, там, потом Средняя Азия, Басмачи. О, 32-й год. Очень сложно. Коля. Следующий брат, Юра, 35-й год. Это еще не расцвет. Экономики. Тяжелейшее время. Люся, 38-й год. Володя, я, 42-й год. Уже война, уже июнь, я первый июнь, где защита детей. Это тоже мама говорила, Володя, ты не представляешь, как я терпела. Я терпела до трех часов ночи, потому что было поверье, что если в мае родиться, всю жизнь маяться будет. И я так благодарен маме, что она терпела до трех, потому что я прожил потрясающую жизнь. Может быть, все-таки так нужно насчет май-то помиловать. Потом, ведь 1 июня по старому стилю, это май еще. Так что тут разные мнения. Я счастлив, в какой же прожил. И я благодарен маме, что... Я не знаю, что бы было, если бы это было. В мае, да? Ну, в мае. Да нет, просто мама терпеливая была. Потом Люся, 48-й год. Вот мы приехали в Москву и Люся. Это действительно удивительно. О чем они думали вообще? Вот они думали о том, чтобы мы были. То знаете, скорее вопрос, о чем думают сегодня те, кто не рожают. Боятся трудностей, боятся каких-то материальных вопросов. Ну, сейчас роды уже ушли. Если раньше, я сейчас читал о том, что если это был период 19-23 в основном, сейчас это спазло на 27-35. Да, Москва даже 30-35. Да, то есть это нужна рациональность, понимаете? То есть чем лучше живут, тем позже рожают. Абсолютно верно. Тем меньше рожают. И позже. Отец Михаил, ну что ж такое происходит? Что мы, силу духа потеряли? Нет, ну просто время поменялось. Наверное, другие люди, отцы и дети, знаете, мы их никогда не поймем. Я тоже смотрю на них. Все они вот с телефонами, там, это все уже, понимаете. А с другой стороны, критиковать, наверное, легко, сложнее понять. Я думаю, что все равно новое поколение нужно понять. У них своя жизнь, свои приоритеты, свои способы общения. В этом общении все равно человек никогда не будет радостен, бесподлинного. Понимаете? Мы боимся все, что у них жизнь заменится на какую-то жвачку. Это не так. Если жвачка, то это никогда радости не принесет. Подлинная жизнь только она радость приносит. Поэтому будут и рожать, будет и все. Но как-то сместилось, да. Ну какие-то есть вот такие времена непростые. Ну я бы не стал такой апокалипсис делать, что вот все, мы сейчас, сейчас мы, да, закончится русский народ. Ну бывали периоды, когда действительно была убыль, большая население. И по разным причинам. Не только по причинам войн, голода и так далее. Поэтому здесь вот другое, наверное, важно. Важно, что люди потеряли вот смысл общения, вот человеческие отношения. Знаете, вот то, что раньше как раз было прекрасно, не только в семье, а друзья. Да, вот понимаете, вспомните, если раньше, какие собирались компании всегда, большие, огромные семьи. Это все же было, так сказать, непросто, вот ради того, чтобы из вежливости прийти и поздравить. Это приносило радость всем, кто садился за один стол и пели песни, там общались, рассказывали и анекдоты, и истории, и все. Понимаете, вот это человеческое общение, оно действительно, когда ты понимаешь, что такое семья. Семья – это огромный коллектив, который такой, знаете, много, там много поколений, да, много воспоминаний, да. И дети, с каким интересом, наверное, ваши дети слушали ваши рассказы, да, так сказать. Ведь это же легенда, понимаете, для маленьких детей родители – это легенда. У меня два сына, шесть внуков, правнук, и недавно появилась правнучка, наконец, девочка. Вот, вот, понимаете, есть... Это футбольная команда была абсолютно, футбольная команда, 10 мужиков, наконец, София появилась. Ну вот, вот семья. Тут мы с вами немножко похожи, у меня тоже шесть внуков. Хорошо было шесть девочек. Ой, я загадаю желание. Загадывай между нашими говнущицами дедушкой, можешь загадывать желание бесконечно. Я очень хорошо помню общение. Кухня, шесть квадратных метров, 15 человек, двое с гитарой, пачка пельменей, жидкость, все, что принес, всегда выпито. Жидкость. Да, ну, это понятно, это были сложности большие достать, вот, поэтому мешалось. Поэтому головная боль утром несравнима ни с чем. Но зато до пяти утра общение, и самое главное, я считаю, это распахнутость от того, что все были откровенны друг с другом. Делились творческими замыслами, делились это. То есть это было такое, переливающиеся абсолютно сосуды на этой кухне. Сейчас, хо-хо, что делаешь, неважно. Спасибо большое. А вот скажите, отношения с супругой, вот они были какие-то, какие же распахнутые? Вы также были открыты? Ну, я буду откровенен. Я, как отец, я не очень, потому что приходилось очень много работать, очень много. Вот, но зато я потрясающий дед, это я могу сказать. У меня все мои внуки под моим сражающим контролем я отслеживаю судьбу каждого, правда. Не лукавлю. Вот, все в жизни компенсаторно, что делать. Вот, как муж, наверное, спросить нужно у Наташи. Я не думаю, что она только восторженная, по мне скажет слова. Вот, я немножко вертлявый по жизни, потому что, как бы так, но... Но моя стабильность жизненной была немножко в другом. Мы прожили 56 лет. И вот такой колхоз вокруг нас. В 67-м году, да? В 67-м. Я в 66-м гимнализовался из армии, я в 63-м по 66-м служил в армии. И Наташа меня ждала, слава богу. А вот смотрите, как интересно, вы говорите, сдвигается, да, временной вот эта возрастная планка, когда начинают рожать. А мне кажется, и люди стали немножко по-другому жить и дольше стали жить. Вот вы женились, а мне было всего годик. А вот мы тут сидим, у вас шесть внуков, у меня шесть внуков. Как так может быть? Ну, мне 82. Вот и весь ответ. То есть я думаю, что все равно это правильно говорит Владимир, компенсируется. Конечно, однозначно. Вот я не докопалась до сути отношений с супругой. Мне хочется услышать, вот как это все было. Все-таки по-разному же было. Смотрите, рецепты невозможны. Вот придумать такую матрицу идеальных супружеских отношений, ну невозможно. Я позавчера был на вручении, я член комитета, это делает Министерство труда и социальной защиты, и фонд Гордеева возглавляет его, фонд защиты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. И мы с ними сотрудничаем, потому что я еще делаю в Орленке, в нашем лагере замечательном под Сочи, делаю форум бумеранг. Я привожу 320 детей, которые сами снимают кино, сами делают мультики, сами делают телевизионные программы. И это фантастика, какая энергия там бурлит и кипит. Вот. И этот фонд, мы с этим фондом очень хорошо сотрудничали, потому что мы делали для них коротышки такие, для телефона срочной помощи. Неважно. Короче говоря, там вручались награды многодетным семьям, и семьям, которые прожили больше 50 лет. Вот. И когда выходили, я как раз вручал грамоту, приз, там, и все называется «Золотая семья» номинация. Это вот супруги, которые прожили больше 50 лет. Вот. И я смотрел на них, и эти лица, это были очень радушные, добродушные люди. Понимаете? Вот даже вот они когда редком стали, там, наверное, сколько было пар? Ну, 12, где-то 14. Я так взглянул и подумал, что-то их объединяет. И, видимо, терпение, да, терпение, вот то, что, как понять друг друга, как себя ущемить в чем-то, потому что, конечно, были у нас разные ситуации, безусловно, потому что было, ну, непросто, прямо скажем. Вот. И... Вы знаете, вот мы говорим про счастье, а нам пишут и звонят не в совсем таком положении. Несчастные больше люди, да. Вот у нас сейчас звонок есть просто, прямо в студию. Давайте воспользуемся такой возможностью и с человеком поговорим. О счастливестве. Здравствуйте, вы дозвонились до нас? Да, дозвонились до вас. Спасибо вам большое, уважаемая студия. Очень рады, что видеть Владимира в студии. Смотрели все его фильмы. Очень рады, что у нас есть такие замечательные мужчины, которые 56 лет, живут женой рука об руку. А вот и поэтому фильмы так удаются хорошо, когда счастливы в браке. Усатый нянь. Ну, как бы мой любимый фильм – это усатый нянь. Хотелось бы, чтобы у нас в нашем веке было побольше таких мужчин, любящих, заботливых, которые идут рука об руку. Ну, и, соответственно, таких женщин замечательных. Спасибо вам большое. Спасибо вам. А, вот видите, не только... Я думал, вопрос. Вопросы не звонят. Это принято. Я спина прямая. Думаю, так, сейчас будем отвечать. Спасибо. У вас еще будет возможность ответить после небольшой паузы, после которой мы продолжим нашу программу. И вот как раз письмо, которое Наташа анонсировала. Мужа как подменили, нашла переписку с коллегой. Вот это как раз и обсудим. Через несколько минут не переключайтесь. И вновь в эфире службы спасения семьи. Мы продолжаем зачитывать ваши письма, принимать звонки и отвечать на них. И вот следующее письмо. Наташа. Да, да, зачитаю. Здравствуйте. Ситуация очень сложная. Мы с мужем были женаты 9 лет, а вместе мы 14. Дочке 4,5 года. Было вроде бы все нормально. Жили хорошо, иногда ругались. Но весной мужа как подменили. В мае нашла переписку с коллегой. Ничего такого. Но много, часто спрашивали, как дела друг у друга и что делает. В июне стали отношения еще хуже и уже с работы доложили, что они вместе ездят. Естественно, я разговаривала, он клялся, что семья дороже всего. А в июле уехал на работу и больше не вернулся. Потом спустя дня три объявился, сказал, что его быт задолбал и он ушел. Стал жить у друга. И якобы она совершенно ни при чем. Потом я узнаю, что он живет на какой-то ее даче, дико пьет. И она там еще и большая компания, не пойми кого. Я была в шоке, так как до этого пили мы немного. Пиво, вина по празднику. Муж всегда был за рулем, с ребенком. Хорошим был отцом. В общем, прошло время, и он стал валяться в ногах, молить о прощении. Снял квартиру и зовет жить нас с дочкой. Дочка в ужасном состоянии, не понимает, почему папа ушел. Хожу с ней к психологу. Только жизнь начала налаживаться. Казалось бы, вот он объявился. Говорит, что безумно нас любит. Мои родители против, чтобы я ехала к нему. И тем более тащила ребенка. Мама говорит, что перестанет сидеть с внучкой, если я вернусь к нему. Я вся в растерянности. Вот такое эмоциональное письмо. Стоит прощать или не стоит? Наверное, вот такой вопрос в нашей телезрительной. Прощать-то стоит тех, кто просит прощения, не каяться. Так, наверное, батюшка, правда? Понятно, здесь давление очень серьезное со стороны родителей, которые, наверное, немножко другой формации, другого воспитания. Они воспринимают это уже как предательство, окончательное. Самой надо принимать решение. Но как его принять? Отец Михаил. Ну, во-первых, они все-таки были мужем и женой. И какой-то, понимаете, в жизни нужно опираться все-таки на что-то хорошее, что у тебя было. Если в отношениях были какие-то живые моменты были в отношениях, значит, уже то, что касается, ну, с человеком всякое может случиться. И, понимаете, самое главное, что гарантии нет, что это не может повториться. Здесь вопрос веры. Понимаете, вере в человека или нет. Если я поверил в человека, значит, я его приму таким, какой он есть. Ну, придется прощать то, что я, так сказать, вот. То, что меня делает больно и то, что в нем худое. Но если я не верю, то тогда мне просто, ну, мои вот мозги не дадут с ним жить. Потому что все время будет одно и то же крутиться. И воспоминания вот эти об измене, об этой вот всей истории, они не дадут спокойно жить. То есть вопрос в том, что отношения нужно построить заново. Воскресить их фактически. Но я должен верить в воскресение. То есть я должен верить человеку. Это трудно. Но ничего нет. Тут у себя нужно спросить, верю я или нет. Готов ли я поверить, скажем. Да, вот, то, что это возможно. Я считаю, что она в любом случае не потеряет. Ну, вот. Поверив человеку и будь обманутым, ну, что ж, я считаю, что тот, кто обманул, он и потерял. Потому что обмануть чужое доверие, ну, хуже нет. Хитрость обмануть, большей хитростью, ну, это ты, значит, ловкач. А обмануть доверчивого, обмануть ребенка или обмануть человека, который тебе вот верил все, ну, это подлость. Ну, вот. Если отказаться от отношений, ну, будет трудновато ребенку. Потому что ребенок, да, если говорить о том, что есть еще третий здесь участник этой трагедии, это ребенок, да. Поэтому, вот, ну, все-таки, даже если согласиться, то нужно попытаться отпустить вот все то, что было, как бы простить, да. Тогда можно заново строить что-то. Если не строить заново, то тогда, опираясь на прошлое, сложно сохранить отношения нормальными. Будет все равно все вспоминаться и будет все это. Знаете, когда-то, вот, один такой, Антоний Великий своим монахом говорил, никогда не возвращайся в те места, где ты грешил. Это значит, что не вспоминай про это, потому что душа, она возвращается в то же состояние. То есть вот состояние ревности, да, обиды. Вот, поэтому нужно вот как, если прощать, то нужно еще учиться прощать. Это очень непросто. Это талант, мне кажется, большой, прощение, да. А с другой стороны, наверное, нет в человеческих отношениях более драгоценного, чем прощение. Это вот такой алмаз, сокровище. Поэтому я думаю, что вот, если взять и сказать, что, а что в жизни-то ты сделал, да, ну вот что. А вот если ты простил другого, мы же молимся молитвы, отче наш, да. Вот, так сказать, может быть, дрозновение какое-то будешь перед Богом иметь, что если ты смог человека простить, действительно, виноватого перед тобой тяжело. Поэтому это дело очень драгоценное. Да, есть какие дела внешние, там мы что-то там создали в жизни, что-то построили, что-то изучили. А есть дело внутреннее. Вот внутреннее большое дело – это прощение. И не даром этих людей называли великодушными. От двух слов – великая душа. Но к этому это нужно тоже в себе, так сказать, вот это искренне, вот, чтобы это было. Самое главное, мне кажется, что прощение – это тоже процесс. Он не единомоментный. Ну, конечно. Собрав отношения, все равно еще какая-то работа будет продолжаться, и, возможно, все отношения последующие – это вот путь такого и покаяния совместного, и какой-то внутренний рост. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем, кто звонил. Слушаю вас, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А мне нужен был Павел Алексеевич. Да, я вас слушаю. Здравствуйте, Павел Алексеевич. Здравствуйте. Вы знаете, я хочу вам вопрос задать вот такой. Я бабушка, мне 75 лет. Внук у меня попал в неприятную ситуацию. Он испортил щиты рекламные. Ну, это уже, наверное, стол года как прошло назад. Я живу в Сергитосаде, дочь моя живет в Москве. Она одна воспитывает его. И вот, значит, долго это собирались там, что-то, не знаю, застали ее заплатить миллион рублей с лишним. Вот. А она квартиру постоянно снимала долгое время, а сейчас выкупила, и только половину выплатила за нее. Четыре миллиона еще с лишним платить ей. Она сейчас будет, если продавать ее, вот, то останется вообще без жилья, наверное. И вот был суд во вторник, в среду зачитали приговор. Ну, как бы, как бы сказать, сняли с него судимость, да? Ну, вот эти деньги, так это, я думаю, ну, почему не отложили? Можно было как-то, чтобы попозже, чтобы выплатить или как-то? Я понял ваш вопрос. Смотрите, ну, да-да, я сейчас отвечаю на ваш вопрос. Смотрите, ну, он призван виновным, он действительно это совершил. Давайте начнем с этого. Потому что вы знаете, что ни одно преступление должно оставаться без наказания. Слава богу, как вы сказали, судимые сняли, видимо, ограничены с тем, что он компенсирует причиненный вред. Да, рекламные счеты, они дорого стоят. Но, вот сейчас следующий шаг, это служба судебных приставов будет взыскивать эти деньги. Вот вашей невестке, да, надо идти в службу судебных приставов и договариваться о рассрочке погашения. То есть можно и по тысяче рублей каждый день выплачивать всю эту сумму. Это не будет отказом исполнять решение суда, это не будет считаться как уклонение от взыскания. Просто гасить и гасить и гасить. Не надо для этого сейчас продавать квартиру, не надо торопиться, из кожи вон лезть, все продать и быстро закрыть этот вопрос. Не надо, он закроется, постепенно закроется. Потому что у вас нет таких доходов, у вашей невестки, у вашего внука нет таких доходов. Поэтому будут уплачивать постепенно. Не переживайте. То есть можно в ответ какие-то условия выдвигать? Условия никаких выдвигать нельзя, но надо договариваться судебно и объяснять. Вот справка о моей сработе, вот справка о моих доходах. У всех есть возможность посмотреть форму 2 НДФЛ, сразу понятно, сколько вы получили за год. Но если она миллион этот за год не получила, а уж тем более 4, то откуда она их возьмет, эти деньги? Банкротить ее никто не будет. Есть доход, будут присылать исполнительный лист, как элементы выплачивают в процентном отношении, так и здесь будет. Вы не переживайте. Не надо торопиться все сейчас закрыть. Не надо. Судебными приставами надо постепенно работать, и этот вопрос будет закрыт. Все. Давайте письмо зачитаем. Давайте. Мой муж на юбилей к бывшему коллеге приглашен без жены. Как думаете, все поменялось в нашей жизни настолько, что теперь на юбилей к мужчине 55 лет, он женат, кстати, могут позвать без жены. Мне муж сегодня озвучил, что его позвали на юбилей. На мой вопрос, а что они там без жен будут, ответил да. Вот женщина обеспокоена. Вы знаете, мне интересно, а может ли жена сказать, что я не хочу, чтобы ты туда ходил? Ну и служебные обязанности. Есть вопросы этики, а есть еще вопросы профессионального обязательства. И он не может, если его руководство пригласило на юбилей. Поэтому бывшему коллеге, поэтому если бы босс пригласил, сказал, обязательно все должны явиться, и вот в таком вот форме одежды, и бежон, уже был бы вопрос. Возможно, это, конечно, вот то, что подозревает женщина, мальчишник какой-нибудь, возможно. Но здесь же вопрос доверия, опять же, правда, батюшка? Вопрос воспитания, мне кажется, и общества. Ну, есть общество такое у нас, немножко неразумное, потому что действительно, если мы говорим в церкви, молимся о том, чтобы воли были едины. Ну, вот, ну, значит, я могу сказать, что, знаешь, я вот твою половину видеть не хочу, а тебя приму с удовольствием. Ну, как это? Вот отношение к семье все-таки, ну, должно быть отношением, это отношение в обществе, это понимание семьи другое, понимаете? У нас все-таки понимание семьи как двух отдельных личностей, но которые заключили блачный договор, а не как одного целого, который нельзя разделить, понимаете? Поэтому это просто в голове, ну, это, а потом новая этика такая вот деловых отношений, она предполагает именно индивидуализм такой, да, то есть человек индивидуальный, да, он работник, он там, директор, он и так далее, все, и поэтому вот жизнь его рабочая здесь, а семья его там, и это разделено. То есть человек, да, как мало сейчас знают коллеги о семье друг друга, да, очень мало. Раньше, наоборот, все знакомы были. Соседи и соседи, ну, и на работе же знакомы были семьями, правда, ведь с кем работали? Большие все это на рыбалку приглашают или на охоту? Да куда угодно. Ну, юбилей на рыбалке? Не, ну, как, не, ну, я понимаю. Женщины живут, потому что они не умеют насаживать червя. Да нет, там много всего. Во-первых, можно всегда пригласить так, чтобы человек мог отказаться, да, это, это просто этикет, это вежливость. А давайте, Владимир, спросим, у вас такие бывали ситуации, когда вот так вот? Надо же не объяснить, почему. Ну, бывали, потому что, к сожалению, я был в период заложник предлагаемых обстоятельств, что называется. Естественно, претензии здесь, в первую очередь, кто приглашает, это претензия к нему. Претензии ее, конечно, к мужу, потому что он должен был сказать тому, кто приглашает, что один я, прости, не приду. Тогда бы этот круг замкнулся, как бы, этики и нравственности. Вот. И честно скажу, да, у меня были обстоятельства, когда мне приходилось крутиться. Но я не травмировал Наташу, я просто не говорил ей об этом. Я придумывал какой-то аргумент, я тихо там приходил, потом уходил, и не обсуждал с ней, что Наташа, ты меня извини, меня позвали, тебя нет, что мы будем делать. Потому что я вынужден был идти, прийти с женой, проигнорировать просьбу тоже нельзя, бывало. Сложно, но надо беречь друг друга. Ну, сложно, но действительно, вся эта этика зависит от супруга. Абсолютно. Он изначально это не сделал. И все-таки я хочу вернуться к своему вопросу. Она же его жена, она же, мне кажется, даже обязана заявить свою позицию. Как он поступит, это уже второй вопрос. Но она должна отметить, что ей это неприятно. Правильно? Ну, максимум она может сказать, что ей это неприятно. Но если она жена и понимающая жена, она ему скажет, Коля, я все понимаю прекрасно, мне не очень это приятно, но ты иди. Потому что это может нарушить твои какие-то интересы. Отступить она может. Если говорить о взаимности. Ну да, совершенно верно. Но замолчать это тоже неправильно. Если ей это не понравилось, почему бы ей вежливо это не сказать, что мне неприятно. Ну, проговорить надо, конечно. Да, проговорить. Ну, не всегда. Дни не разделились у нас в студии. Нет, ну хорошо. А что лучше для женщины? Все время молчать или все-таки? Нет, абсолютно. Есть вещи, которые просто обязательно нужно обсуждать. Но я всегда исходил из просто травмируя или не травмируя. Вот для меня было. И поэтому я уже брал как бы ответственность на себя. Я грешен. Здорово. А я исхожу из того, что все-таки если мы, женщины, будем все время замалчивать, то потом это все будет копиться, копиться, копиться. И потом этот мешок с терпением закончится. И новый мешок не всегда начинается. Поэтому лучше проговариваться. Основная проблема сейчас во многих семьях просто люди не разговаривают. Поэтому, конечно, нужно разговаривать и решать проблемы. А еще обязательно напишите и позвоните к нам. А мы будем помогать вам сохранить вашу семью. Сейчас у нас небольшая пауза. Давайте выдохнем. И потом снова будем включаться в помощь вашим семьям. В эфире служба спасения семьи. Мы продолжаем наш разговор в студии. Продолжаем зачитывать ваши письма и отвечать на ваши вопросы. Уже не могу. Нервы на пределе. Еле держусь, пишет наша телезрительница. Я думаю, это ты говоришь. Ну, почти, да. Я от лица женщины. Дело в том, что моя свекровь постоянно лезет в воспитание моего ребенка. А меня это накаляет до ужаса. Она говорит мне делать и так очевидные вещи. Приказным тоном. И если ей что-то не нравится, поливает с ног до головы. Не буду говорить чем. А потом, по ее мнению, я первая должна ей писать. Потому что она всегда права. Сегодня тоже. Я одеваю ребенку дома в то, что не жалко испачкать. Красивые новые вещи оставляю на выход. Такая вот моя свекровь постоянно возмущается. Что я дома ребенка одеваю в Бичевское. Не понимаю, чего она добивается. Отвечаю, это не ваше дело. Она говорит, что я хамлю ей, жалуюсь мужу. Это просто какой-то ужас. Свекровь хорошая женщина. Она добрая, щедрая, хозяйственная. Но мы совсем разные во всем. Я переживаю, так как она самый близкий в нашей семье человек. А родственников других у нас нет. Ну вот как найти эту связующую ниточку, я не знаю. Отец Михаил, как эту ниточку найти? Как настроить отношения со свекровью, когда абсолютно разные люди? Ну, нужно, во-первых, понять, что она другой не станет уже свекровь. То есть, вот когда мы к себе убедим в том, что, как Амбруси Оптинский говорит, старого учить, что мертвого лечить. Что если мы ее не изменим, да, то есть она будет неизменна. Значит, кого нужно? Мне поменять свое отношение, да, к ситуации. То есть сделать ее более-менее напряженной. Потому что все равно нужно понять, что дети, все равно их первый и главный человек в жизни – это родители. Это мать и отец. Бабушка, дедушка, простите. Это, конечно, очень хорошо, но они чуть-чуть подальше там. Это вот далекие звезды. А вот это солнце и луна. И паяльная лампа. Хорошо. Как выйдет уже. Поэтому здесь все-таки нужно понять, что ситуация критическая. Тогда, когда мы ее осуществляем, мы ее считаем критической ситуацией. Ну, потом видно, что это не пашихонская старина, что здесь все-таки, она говорит, что она добрая и славная. Что здесь нет такого, как вы знаете, иногда бывает такое в семье, что как в тюрьме. Ну, вот, и тогда действительно человеку нужна помощь уже и эвакуировать его оттуда, что называется. Бежать нужно, да. А когда человеку все-таки, да, нет, нет. Просто мы, если не нагнетать вот саму ситуацию, да, в себе внутри, говорит, ну да, ну что поделаешь. Ну, вот как стихийное бедствие. Вышел на улицу, дождь пошел, зонтика нет. Ну, промокну, ну, я же выживу. Понимаете? Ну, мокрым ходить неудобно. Можно стоять и ругаться на тучах. Ну, да, ну, просто я говорю, что есть, ну, то есть, как бы, наше отношение поменять к ней. Не ее поменять, а отношение наше к ней, да. Во-вторых, ну, люди все-таки реагируют на отношения. Как какой бы человек ни был, он почувствует, когда в нас не будет вот раздражения, там, ненависть, какой-то вот злоба и вот чего-то такого вот переживания таких. Будем надеяться, что, может, и она меньше будет тогда, ну, вот каких-то отрицательных слов, там, плохих слов говорить в вашу сторону. Но, в любом случае, здесь только если со своей стороны вот что-то делать, то есть, потому что ее изменить невозможно. И ни в коем случае нельзя действовать через мужа, потому что она его мать. А, как говорится здесь, уважение к родителям – это первая заповедь вот по отношению к ближнему стоит. Поэтому ее нельзя нарушать. И нельзя человека вынуждать нарушать эту заповедь. То есть он бессилен, потому что она его мать. Он не может ничего искать. Она его родила. Он обязан ей всем. А вы, ну, вы должны мудрее быть, наверное. Да, то есть именно повернуть ситуацию таким образом, чтобы не видеть в этом катастрофы. Дети все равно будут ваши. И они все равно будут действовать в основном как родители. Потому что они с ними живут, они их любят, они их чувствуют. Ну, вот эта связь между матерью и ребенком, она не прекращает всю жизнь. Поэтому как здесь? Волноваться не нужно. А то, что касается внешних обстоятельств, ну, что поделаешь. Ну, вы же говорите, если коротко это все жать, то полюбить просто свекровь. Ну, во всяком случае, поменять отношение к ней. Это точно. То есть вот не относиться как вот к такому злу, который именно вот что-то делает, вот навязывает вам что-то и так далее. Все. Ну, это делается по неразумию. Понимаете? Это не делается вот по злобе, когда ты хочешь человеку отомстить. Что это человек, понимаете, разумный человек, он понимает, что даже если что-то не так, ну, вот, то все равно этот человек должен понять сам, что не так. Понимаете? Как сложно, вот, вылечить больного. Доктор ищет один препарат, второй, третий, чтобы найти какой-то путь к тому, чтобы человек... А мы хотим душу излечить. Мы хотим человека душу излечить, а тело мы и то не очень можем, так сказать. Поэтому вот давайте как-то... Может быть, за советом вообще прийти к свекрови и в ходе какого-то разговора попытаться и самой как-то порассуждать на эту тему? Ну, природа конфликта там, посмотрите, природа конфликта совсем, ну, такая бытовая. Там все будет нормально, только небольшое усилие нужно сделать. В первую очередь, конечно, потому что есть больше... Свекровь – это еще небольшая проблема. Теща еще есть. Вот где конфликт интересов. И причем это было в XIV веке, это было в XIX веке, это было во Франции, это было в Китае, это было в Израиле. Использовало только Адаму. Ну да, потому что он был сирота. Поэтому я согласен абсолютно с вами о том, что здесь просто небольшое усилие. Потому что бытовой конфликт, то, что мальчик, ну, она экономит дорогие вещи и не одевает. Нужно это переговорить, проговорить, нужно объяснить. Потому что я уверен, что теща воспринимает это так, что она приходит в гости, а ребенок плохо одет. И это она оценивает как отношение к себе. Вот тут вот весь замок. Она это как-то воспринимает, что ее не ждали, она здесь не нужна, потому что ребенок еле-еле, что-то на нем одет, не бомж, а как она пишет? Бич. Бич, да. Значит, бич. Вот, это и все. Просто, ну, нужно одеться еще раз в какую-то рубашечку. Ну, штанишки Бог снимает, рубашечку или чего-то, и все наладится абсолютно. Просто специально отдельную одежду держать. Штанишки, рубашечки встречает Бог. Ну, вы издеваетесь. Ну, вы издеваетесь. Хлебом с солью тоже можно. Главное, объятиями, любовью, открытым сердцем. Это еще лучше. Конечно. Следующая история у нас о том, как по молитвам и сферам Бога нет ничего невозможного. Давайте смотреть. Шесть лет назад в семью Дмитрия Черкова пришла беда. Тяжело заболел его отец. Врачи поставили страшный диагноз – рак желудка. В конце 2017 года, это был декабрь месяц, как сейчас помню, моя жизнь просто поменялась до и после. Я очень сильно испугался. Очень сильно. У меня даже не могу это объяснить. Я побежал в храм. Тогда я сам в храм не ходил. Я буду церковленным человеком, не причащался, не исповедовался. Впервые в жизни Дмитрий пришел в храм осознанно. Он плакал на взрыв и просил у Бога лишь одного, чтобы он исцелил его папу. Говорю, Господи, помоги, пожалуйста, моему отцу. Я жизнь свою изменю. Я полностью постараюсь поменяться. Я брошу пристрастие свое. Я тогда на тот момент курил очень сильно. По две, по три пачки в день курил. 17 лет. Дмитрий выполнил свое обещание и с того дня больше никогда не курил. Вскоре случилось чудо. Вслед за сыном в храм пришел его отец. К удивлению, близких начал исповедоваться и причащаться. А после очередного обследования узнал – онкологии нет. Для меня это, я не знаю, может, кто-то скажет, это совпадение, может быть, там кто-то скажет, ошибка врачей. Но лично для меня это очевидно, что это просто по моим молитвам, искренним молитвам, произошло чудо Божье. Но вскоре пришла новая беда. На этот раз уже здоровье Дмитрия оказалось под угрозой. В 2018 году, спустя шесть месяцев после исцеления отца, мужчина начал сильно кашлять. Обследование выявили инфильтративный туберкулез. Болезнь оказалась для него настоящим ударом. Я не могу объяснить словами, что я чувствовал внутри, когда я, казалось бы, здоровый мужчина, веду нормальный образ жизни. И мне говорят, у тебя туберкулез, прими это. Однако уже попав в больницу, среди врачей он встретил верующих людей. Благодаря им мужчина не сразу, но все-таки принял испытания, выпавшие на его долю, и обрел надежду. Также в диспансер приходил батюшка, иерей Дмитрий Карпов. Он исповедовал и причащал больных. А Дмитрий сказал, лечись и молись, и все будет хорошо. И дал ему Евангелие. Моя палата, она стала как бы моей кельей на 9 долгих месяцев. Я лечился 9 месяцев. Слава Богу, я излечился. И у меня был не только туберкулез легких, но еще и туберкулез бронхов. У меня бронхи все были поражены. И когда я излечился, они у меня даже в размерах не уменьшились. Врачи удивились этому. Это, конечно, редкость. Дмитрий уверен, его излечение, как и история с болезнью отца, дело рук Божьих. И иначе, как чудесами, эти события назвать нельзя. Но особенно важно, что именно они стали той отправной точкой, после которой мужчина окончательно пришел к Богу. Я сначала ходил, как прихожанин, там висело объявление, требуется дежурный в храм, трудник. Я говорю, у меня появилось желание поработать, потрудиться, помолиться. Если Господь дает возможность, думаю, поработаю во славу Божию, и работаю до сих пор, уже второй год. В Евангелии мы видим, что одни чудеса нужны для того, чтобы показать, что Христос – это истинно Сын Божий. Другие чудеса были даны для того, чтобы помочь тем или иным людям, для того, чтобы их исправить, поменять их жизнь. Ведь в Евангелии мы встречаем обращение ко Христу о помощи. И Господь исцеляет и говорит, иди и больше не твори греха. Внутренние перемены, произошедшие в мужчине, не могли не повлиять и на его близких. Александра, супруга Дмитрия, отмечает, после испытаний, перенесенных им, жизнь всей семьи изменилась кардинально. Дмитрий, конечно, не всегда вел правильный образ жизни. Из-за этого у нас в семье были и раслады, и финансовые трудности. Ну, соответственно, после того, как Дмитрий пришел в храм, да, то есть когда ему Господь дал такие испытания, вот, он начал как бы, ну, совершенно другой образ жизни. У него теперь совершенно другое мышление и в плане поступков, и в плане семейных ценностей. И наша жизнь поделилась на до и после. А недавно в семье Черковых произошло еще одно чудо. Их первый сын, Ярослав, родился в 2008 году. Но со временем супруги стали задумываться о рождении второго ребенка. Шли годы, а забеременеть Александре так и не удавалось. И тогда друзья посоветовали им съездить к мощам Блаженной Ксении Петербургской, находящимся в северной столице. Очень часто в молитвах к Святой Ксении Петербургской люди просят о даровании детей. И Блаженный откликается на нужды и скорби всех прибегающих к ее образу. В этом семья Дмитрия Черкова убедилась лично. Мы буквально прямо с поезда, сразу вместе с чемоданом поехали к Ксении. Ну и, соответственно, молились, просили. Ну и по приезду, соответственно, тоже вот узнали о таком чуде. Вот сегодня у нас за 12 недель. Хотите верить, хотите нет. Кто-то может без каждого совпадение, но для нас это просто чудо. Мы в октябре съездили, а в ноябре мы уже изучали. Однако, несмотря на череду чудесных событий, все же главным чудом в жизни Дмитрия являются перемены, произошедшие в нем самом. Он поменял образ жизни, пришел к Богу, а заодно привел к нему свою семью, а также многих друзей. Он радуется, когда, вдохновленные его примером, меняются и другие люди. Господь, Он, как долготерпеливый, любящий наш Отец. Он всегда ждет, какой бы мы образ жизни не вели, Он всегда ждет, когда мы к Нему придем, попросим прощения, покаемся, начнем другой путь. Ведь не зря в Евангелии слова такие есть. Он говорит, Господь пришел на землю спасти неправедников, но грешников призвать на покаяние. Я думаю, он услышал меня. Антон Горякин, Татьяна Дьяконова, Александр Маклеонов. Телеканал «Спас». Слушайте, как сложно на самом деле узнать, что это искушение или воля Божья. Молиться надо? Да, только по молитвам, конечно. Откроется, Господь откроет свой замысел. Возможно. Вроде. Мы отвечаем на ваши письма, на ваши звонки, поэтому обязательно пишите и звоните. Небольшой отрывок из следующего письма. Жену не остановил даже маленький ребенок. Ответим на это письмо после небольшой паузы. Служба спасения семьи. Снова с вами. И у нас письмо от мужчины. Ну, кстати, такие письма приходят достаточно редко, потому что мужчины привыкли себя чувствовать сильными. Они и не пишут по этому. Но мы очень благодарны за такие письма, что они дают возможность женщине понять мужскую логику и поведение. Зачитается, Павел Алексеевич? Поскольку у нас письма мало от мужчин, поэтому у нас мужчин в студии всегда много. Я зачитаю это письмо. Как же вашей программы не хватало раньше, когда мой первый брак развалился через два года, жену даже маленький ребенок не остановил, а я работал учителем. Зарплата мизерная, машина нет. Жена на работе встретила человека с машиной и ушла к нему. Родила я тому мужу сына. А дочке уже 21 год. Она считает меня виновным, со слов мамы, во всем. Но это ложь. Дочь общаться со мной не хочет. Сейчас у меня жена, пачерица, любит меня, как родного. Семья должна осознанно подходить к решению и создать семью. Нужно пройти серьезную подготовку, которую должны пройти не в школах, а в профучебных заведениях. Туда должны входить такие предметы, как анатомия, медицина, законы рождения детей, отношения мужа и жены. Спасибо вам за вашу программу. Дмитрий, город Чита. Замечательный город Чита. Я там был шесть раз в городе. Вы знаете, Дмитрий, чувствуется боль, конечно, пережитая. Обида, обида чувствуется. Вот это вот насчет профподготовки. Лучшая профподготовка в этой ситуации – это регулярное посещение храма. Понимаете? Да. Семейные традиции, которые в семье у вас есть, они есть в любой семье. Надо вспомнить их. Но вот все-таки в храм, когда вы приходите, и вы подходите к выбору о вашей супруге или вашего супруга, уже осознанно, приходите к духовному своему наставнику посоветоваться, а он говорит – женитесь сразу или подождите год. Вот мы знаем очень много примеров из жизни и служения отца Дмитрия Смирнова. Постоянно вспоминают, как он к этому подходил. Кому-то сразу говорил – все, вот он, твой муж, иди. А другим говорил – не-не, годик подождите, через год придете. И все люди подтверждают, что в любом случае он всегда точно определял, кому когда надо. Каждому овощу свой фрукт, так говорят. Поэтому здесь вот спасибо вам за комплимент в нашей программе. Но молодежь действительно же никто не учит. Но вас же тоже никто не учил, профессионально не готовил. Правда, Владимир? Ну, я сейчас думаю, профучилище по любви. Вот мы собираем класс и учим любить. Ну, как можно учить любить? Урок анатомии. Да, ну, урок анатомии еще ладно. Там можно повесить плакаты, стрелками указать, где что находится. Так же, как… Это очень сложно. Это, с одной стороны, индивидуально, потому что никто никого не учил. В русских семьях, в деревнях 11 детей, жили все вместе на территории, я не знаю, там, 25 максимум метров, а то и 20. Плотно и все. И претензии было, может, я не знаю, может, я не слышал, но жили-то десятилетиями, столетиями так. И все было. В социальных сетях некуда было писать. И не было ПТУ, не было ФСЗУ по поводу того, что… Другого не было вообще. А? Было только так. Другого мира не было. Ну, да. Ну, кстати, через искусство, Владимир, вот через искусство. Вы же во всех своих фильмах пытались проводить эту линию. Даже есть фильм особенный, да? Все наоборот. Как раз про эти взаимоотношения, не готовых к этим отношениям подростков, еще молодых людей. Ну, там была, конечно, задача, просто идея родилась с того, что когда молодые люди приходят к родителям и говорят, пап, вот Катя из 9-го Б, у нас любовь, и мы будем жить вместе. А родители говорят, хорошо, ребяточки, давайте, вот за ширмой вам раскладушка, вот электросчетчик вы будете платить за это, на холодильнике вторая полка ваша, давайте, давайте. Вот. Так замысел родился. Потому что это не то, что скоропалительные решения. Иногда любовь бывает с первого взгляда. Я верю в это. Два человека, которые находят друг друга, все равно Господь свел их, понимаете? И тут, да, нужно узнать друг друга, нужно понять друг друга, конечно. А иногда ты чувствуешь человека и понимаешь, что ты без него не можешь жить. И все. Поэтому надо разбираться. А что касается этой истории, это такая обыкновенная история, да, там где-то нашла богатого, ушла к нему, какой-то тут тоже есть... С машины, нашла с машины. С машины, да. Тоже есть какая-то здесь горечь. На самом деле, ну, неизвестно, кто что потерял в таком случае. Человеческие отношения, это, в принципе, очень сложно. Мы тут ищем все время ответы какие-то, и они всегда разные. Но хочется вот услышать Владимира Александровича от вас. Вы говорите, правил единых нет. Но вы-то какое-то свое правило выработали. Поделитесь им. 56 лет вместе. Вот ваши правила. Ну, я говорю, что в первую очередь мама. Потому что ее, казалось бы, такой простой закон. Я прожив уже 82 года, понимаю, как это просто, с одной стороны, как это важно. Когда я в детстве переживал за что-то, она говорила, Володечка, не мучайся, не страдай. Все, что не делается, все к лучшему. Понимаете, это вот потрясающий просто взгляд. Потрясающий. Я этим пользовался, когда была удушка, когда были ситуации, которые нужно было... А я понимал, что, может, мне Господь послал это как испытание, или для того, чтобы я не совершил какую-то глупость. Потому что мы почему-то любое сопротивление оцениваем как личное оскорбление. Как, что-то, почему это мне? А нужно подходить по-другому. И когда были моменты, мы находились, Наташа, в объяснении. Понимаете? В одних случаях это было сразу, в других случаях было полуторагодовое такое... Но уже когда два сына, мы понимали, что, значит, и во имя, и ради. А потом... Это кажется, что так легко освободиться. Понимаете? Это очень будет преследовать тебя. И каким боком это выйдет. В общем, надо найти силы и сказать, что ты прав или ты права. И принять убеждение другого. В эфире служба спасения семьи с нашими экспертами и священниками. Мы будем стараться помочь спасти именно вашу семью. Присылайте ваши письма на наш электронный адрес или по номеру телефона. Звоните нам в студию. А самое главное помните, безвыходных ситуаций не бывает. Божьей помощи вам! И до скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok